Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Евгения Мудрецова, девушка, ну я так понимаю, как просто пчелка, бегает, гоняет, что-то помогает, где-то что-то организовывает, правильно молодые люди говорю? Без нее тоже не обошлось бы, наверное. Так, ну и Дарья Пушнина, тот человек, который не просто знает о комиксах, а создает эти самые картинки, эти самые рисунки, с какого возраста, как и почему, тоже сегодня нам расскажете. Договорились? Обязательно. Обязательно. Что ж, напоминаю, 202-11-22. Телефон уж не изменит, ждет своих звонков и ждет своих героев. Станьте участником нашего эфира, задавайте свои вопросы. Ну и, конечно же, принимайте участие в розыгрыше призов. Сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой и сертификат на 1000 рублей на квест-игру в вашем празднике. Мне кажется, интересные подарки. Как получить? Смотрите, не пропустите, и будет вам счастье. Что ж, ребят, рассказывайте, когда, во сколько, где открывается выставка. Ну, формальная выставка уже начала работать. Саша уже приехал из галереи. Там выставлены все плакаты, можно посмотреть на работы. Но официальное открытие начнется сегодня в 6 часов. И выставка продлится в течение недели до следующего вторника, когда мы уже устроим официальное закрытие. За это время у нас будет масса лекций, мастер-классов. Мы покажем фильмы, сделаем встречи с авторами. В общем, будет довольно интересно. Слушайте, у меня есть небольшой сюжет, который, собственно говоря, вы делали, ваши команды, организаторы делали к прошлому году. Давайте посмотрим, как вообще это было, что такое вообще выставка, а после поговорим, чем же будет отличаться сегодняшняя выставка от предыдущей. И вообще, какие-то, может, нововведения, какие-то традиции, может, сохранились. Итак, смотрим, возвращаемся в студию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну что ж, вот такое необычное видео действительно привлекает. Хочется как-то заглянуть, посмотреть хотя бы одним глазком, что же там будет твориться. Мы так поняли по виде, что это галерея «Новое пространство», областная библиотека, правильно? Все верно. Все верно. Там же остается место проведения и этой нынешней. Да, выставка проходит уже в третий раз. И как и год назад, как и два года назад местом проведения остается галерея «Новое пространство». Мы очень благодарны администрации галереи, администрации библиотеки за то, что она поддержала нашу инициативу такую по проведению выставки и продолжает помогать нам в этом. А вообще кто группа вот этих инициативных людей, которые вывели комикс на такой вот, не знаю, музейный вариант, музейное представление? Ну, эта история нас ловит. В общем, два года назад Саша вернулся из армии. К тому моменту я тоже искал, чем заняться чем-то таким фестивального образца. И Саша вернулся с большим желанием строить что-нибудь большое и интересное, потому что последний год он провел, ну, не так интересно. Вот размышлял. Видимо, было время, чтобы подумать, что же такое. И мы, ну, первую выставку мы организовали довольно быстро, она оказалась успешной, несмотря ни на что. Ко второй мы подошли с большим, ну, посвятили этому больше времени, сил, соответственно, эффект тоже оправдался. Пришло заметно больше народу, интересов было много больше. Второй год у нас был примерно тот же состав оргкомитета, там было буквально 3-4 человека, наверное. Ну, может быть, побольше, вот. Но в этом году у нас очень сильно вырос круг людей, которые нам помогают. Конечно, было гораздо легче с организацией, но при этом мы смогли много составить большую интересную программу, много всего придумать, сделать. Евгения, когда вошла в ваш клуб? Евгения, рассказывайте, когда вошла в круг организаторов выставки? Я хотела сначала сказать, потому что ребята очень вот поскромничали, потому что у них была большая идея уже давно с комиксами организовать, чтобы внести это в массу, потому что у людей очень разные отношения к комиксам. Вот, и когда только все началось, как бы мы стали привлекать людей, чтобы в организацию, чтобы не втроем там заниматься, да, а чтобы было с кем как-то... Наладится схема, собственно говоря. И они еще в этом году организовали при юношеской библиотеке комикс-центр, и как бы в этом году у нас еще больше ребят было, помощников, то есть расширяем. Круг. Каждым годом. Да. Помощников, организаторов. То есть вы с самого начала, так понимаю, видели их идею, от идеи до воплощения. Да. Следили, проследили за этим. Поэтому мне очень странно, что они такие очень скромно себя ведут, потому что на самом деле они очень много чего сделали, вот. Но в этом году я занималась дизайном. Афиши, буклеты, все вот это вот было на мне. Ну мы увидим, это вот ваш плод. Рисунок не мой, но все остальное в плане... Просто географии. Александр, ну-ка, подайте мне вашу брошюрку, давайте, по крайней мере, я с ней ознакомлю, ознакомлю наши телезрители. Вот такая вот, собственно говоря, афиша. Да. Ну это буклет, афиша. Буклет. Ну здесь, собственно говоря, ух ты, как много участников. Да, кстати, хочу перейти к участникам-то. Вот одна из представительниц сидит у нас сегодня в студии. Дарья, рассказывайте, пожалуйста, небольшую историю вообще, как началась ваша любовь к комиксам с детства ли, либо, наоборот, может быть, в осознанном возрасте уже? Ну, если шестой класс, то осознанный возраст. Угу. Ну, началась, скажем, вся эта история с комиксами случайно. А как известно, случайно не случайно, поэтому все это потекло в более таком осознанном хобби. Скажем, так комиксы часто являются моим основным и самым таким продуктивным хобби. Что также является для меня способом расслабления, самореализации. Самореализация тоже. И вот. А выставки в который раз принимаете участие? Пока что в первый. Первый раз. Да. Как вы уже, люди, которые не один комикс пересмотрели, как Дарья наработала вам? Интересно? Конечно, Дарья очень знаменита в кругах веб-комиксистов. Ну, не просто комиксистов, а, я говорю, веб-комиксистов, подразумевая тех, которые публикуются в виртуальном пространстве. Вот. И мы очень рады, что в этом году она почтила нас личным присутствием и проведет даже мастер-класс для начинающих художников. Слушайте, Дарья, ну, я так понимаю, что листок бумаги перед вами лежит неспроста. Сможете нам что-нибудь вот к концу так эфира, что-нибудь эдакое такое выдать? Могу. Сможете. Ну, вот нашим телезрителям, наверное, вот легче показать, какие работы интересные уже есть. Как называется эта папка? Это, я понимаю, не оконченная версия? А, скажем так, это мой уже второй проект, такой проект сериальный, это значит много глав, называется «Белая ночь». Это пока что первая глава, это вот первая глава, она так выглядит, потому что бумага плотная, много знаки. На самом деле, если ее напечатать, она будет раза в три меньше, если не все в четыре. А кто герой ваших комиксов? Герой моих комиксов, как бы это описать? Ну, для начала, все действия этого комикса происходят не в нашем мире, а в другом, более фэнтезийном. И главная героиня – девушка по имени Китария Акита. И тут рассказывается о ее жизни, о ее приключениях, о ее характере, интересных моментах. И в основном в своих комиксах я не просто их рисую для того, чтобы, для развлечения. Я пытаюсь в своих комиксах подать еще какую-то такую, ну, мысль, которая не просто так в глаза бросается, а которая ощущается интуитивно. То есть такая долька философии все равно присутствует? Только философии и психологии там всего есть. Потому что это комикс не просто о каком-то таком шаблоном персонажей, это комикс именно о настоящем человеке. Пускай и в фэнтезийном мире, но он настоящий, он реален. Что у него есть чувства, эмоции, история, характер. Кстати говоря, коль уж мы заговорили, да, о, скажем так, полноценном насыщенности комикса, что это не просто картинки, не просто какие-то высказывания, а что-то такое несет в себе интересное. Вот есть у меня такая история, которая связана с маленьким мальчиком. Четырехлетний мальчик Энтони Смит, к сожалению, потерял слух. Не знаю, быть может вы, наверное, как любые люди, которые знают что-то о комиксах и знаете эту историю, но нашим телезрителям, думаю, будет интересно послушать. То, что сотрудники компании Marvel, которые, собственно говоря, самые известные, наверное, получили письмо с просьбой о помощи мастере четырехлетнего мальчика Энтони Смита. Ребенок почти полностью потерял слух, ему нужно было носить слуховой аппарат. Но он возникал, говорил, что не буду носить, потому что герои комикса, супергерои не носят такие аппараты. И вот, собственно говоря, компания Marvel придумала нового персонажа. Называется оно «Синее ухо». Вот сейчас мы давайте посмотрим его на экране. Есть, кстати, у нас небольшая фотография. Они создали такой персонаж и, собственно говоря, подписали то, что персонаж говорит, что благодаря моему аппарату я могу слышать призывы о помощи от всех, кто в беде. И вот такой супергерой появился. Сделали и мальчику приятно, что он с удовольствием стал надевать устройство и, собственно говоря, стал слышать и слушать. И у Marvel появился новый супергерой. Так что все равно в комиксах есть отрада, есть какая-то часть сентиментальности и так далее. Согласны? Да, разумеется. Дарья, можете приступить, пожалуйста, к работе? Что вы нам нарисуете? А что вы хотите? Ну, не знаю. Я, наверное, не подвластна так говорить. Может быть, что-нибудь сегодняшнее опишите нам? Не сможете вот сейчас данную? А вам как нарисовать? Именно в виде комикса или в виде картинки? В виде комикса. Ну, или, знаете, в виде картинки. Хорошо. Картинка так и не нравится. Чтобы она была такая у нас, объемная более. Договорились? Хорошо. Только это я нарисую в собственном стиле. Пожалуйста, пожалуйста. Как вы хотите. Мы вас пока не отвлекаем. Ребят, ну, коль уж вы немножечко приоткрыли занавес тайны, что будет на выставке, то есть не только до сегодняшнего открытия, но и мастер-класса. Что-то еще? Какие-то лекции? Может быть, какие-то семинары? От кого? Ну, в этом году мы активно постарались привлечь в том числе и самарских участников. Так, например, мы будем показывать анимационную ленту «Код Равины». Это экранизация французского комикса. И для того, чтобы зрители получили какие-то сведения, чтобы они могли увидеть чуть больше, мы приглашаем, например, самарского критика Романа Черкасова. Он прочитает лекцию перед картиной. Из Москвы у нас будет, например, гость, наш традиционный уже гость Евгений Федотов. Это сотрудник издательства «Бабл», крупнейшего отечественного издательства, который издают наши отечественные комиксы. Стоит отметить, что в этом году они съездили в Соединенные Штаты на фестиваль в Сан-Диего. Это крупнейший мировой фестиваль. По их словам, я общался с сотрудниками, это была очень удачная поездка. То есть русским продуктам оказались очень заинтересованы. Даже, ну, я разговаривал с другом, который рассказывал, как вообще там все устроено. Их стенд был... позади них располагался стенд издательства DC. То есть вот Пэтмен, Супермен, которые персонажи. Поэтому их художники довольно часто заглядывали на их стенд. Им было очень любопытно посмотреть, что же делают там за океаном. Вот. И мы надеемся, что Женя приедет, в том числе расскажет о том, какой опыт компания получила в поездке. Помимо этого у нас будут гости из Волгограда. Нам приедет Максим Трудов, который расскажет о комиксах. Вот. В этом году у нас тема комикса как девятое искусство. То есть мы проводим много различных мероприятий в течение года. Часто сталкиваемся с тем, что люди не до конца понимают, какое место у комиксов во всем этом многообразии. Кто-то думает, что это такие, знаете, привычные стереотипы, что это такая недолитература для детей. Кто-то думает, что это просто как жанр, знаете, комедия, боевик, комикс. Не совсем так. Комикс — это отдельный вид искусства. Мы попытаемся раскрыть это в этом году в полной мере, в том числе показав, что комиксы, к всему прочему, не существуют в вакууме. Вы наверняка знаете экранизации комиксов там. Точно так же, как экранизация книг, есть музыка, которая навеяна комиксами. То есть все это взаимодействует, развивается, появляется много всего интересного. Мы надеемся, что вот Максим расскажет об этом. Это целый мир на самом деле. Да. Очень интересный. Очень развивающийся мир. То есть комиксы год назад и комиксы сейчас, они тоже претерпели довольно много всяких интересных знаний. Кстати говоря, вот когда своим коллегам сказала, что вот сегодня ко мне придут такие интересные гости, которые нам расскажут, собственно говоря, о комиксах, получила в ответ, что а вот помните, раньше-то комиксы у нас были, а сейчас как-то они пропали. Это действительно так? Либо как-то можете опровергнуть его? Ну, комиксы были в советское время в основном детские. Да, я помню, «Русалочка» была мою любимую комиксом. «Русалочка». Ну, еще более ранее. И на супергероях. Вот русских супергероев, по-моему, вообще никогда не существовало. Они вот только начали появляться вместе с датчиками, о котором, кстати, рассказывали. Это как журнал «Мурзилка», «Веселые картинки». Там в основном опубликовались комиксы для детей. Да, вот это были русские комиксы. Или политическая сатира какая-то. Ну, журнал «Крокодил» прежде всего. Вот. Потом как-то на какое-то время пропал к этому интерес. Вот. И сейчас в основном русские комиксы, ну, большей частью они существуют в виртуальном пространстве, где публикуются русские авторы, потому что это гораздо проще опубликоваться в интернете, чем издать свою книжку. Но, к счастью, уже появляются издательства, которые целиком ориентированы на комиксы. И даже те издательства, которые прямо целенаправленно создают русских супергероев. Да, у нас за последние пару лет началась мода. То есть у нас сейчас уже достаточно много издательств. Большинство, правда, работает с западными лицензиями, но среди них попадаются и, да, те, кто работает уже с собственным продуктом. Что касается супергероев. Что ж, пришло время задавать вопросы вам, дорогие телезрители. Ну, и вопрос мой звучит следующим образом. Кто из супергероев родился на планете Земля? Супермен, Росомаха, либо Капитан Марвел? 202.11.22. Ответите верно. Получите сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Ну, кстати говоря, вот хотелось сейчас сказать, что наверняка больше все-таки мальчики, юноши, мужчины увлекаются комиксами. Вот, поэтому сертификат Татьяны Храмовой, наверное, подарит своей второй половинке. Но, глядя на Дарью, как она, с каким она аппетитом, скажу, это рисует комиксы, наверное, все-таки, кстати, кто больше участников? Юноши, девушек? Ну, вот, я не уверен. Среди участников, честно говоря, даже не анализировали. Где-то вот 50 на 50, знаете. Вообще, если говорить об индустрии в целом, то сейчас очень серьезные изменения происходят. То есть, издатели поняли, что не дорабатывали на тему женской аудитории. И последние пару лет довольно много изменений с теми даже крупными персонажами, как вот Тор, который недавно был в фильмах, да, с ними происходит... Ну, то есть, их пытаются переоинтировать так, чтобы они были интересны и женской аудитории в том числе. То есть, сейчас появляется много девушек-супергероинь. То есть, вот... Об этом, да, тоже мне есть интересные факты, расскажу. Но прежде, если не ошибаюсь, есть у нас звонок от нашего телезрителя. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы увлекаетесь комиксами? Да. Да? Какой ваш любимый супергерой, либо просто герой комиксов? Супермен. Супермен. Ну, слушайте, замечательно. Давайте тогда гадать, кто же из супергероев родился на планете Земля. Супермен, Росомаха, либо Капитан Марвел? Ну, мне кажется, Капитан Марвел. Вот, знаете, у меня другая информация. Организаторы так поулыбались? Неверно ответили на вопрос? Увы, нет. Ну, значит, Росомаха. Ладно, хорошо. Так вот быстро поправила себя Ирина. Что ж, здесь верно, здесь правильно. Я вас поздравляю. Сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой достается именно вам. Какую процедуру для своего лица, для своих волос сделать, выбираете вы. Ну, я думаю, в летнее время это очень интересный и замечательный подарок. Вам спасибо большое. Приходите на выставку комиксов. Целую неделю открыта она для вас. Если вы любительница такого вида искусства, как мы уже сегодня это выяснили, то, я думаю, вам будет это интересно. Так, ну что ж, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, потому что, действительно, Самара, вот за что люблю этот город. То, что очень много интересных событий происходит и в культурном плане, и какие-то развлекательные мероприятия. Выставки тоже не исключение. Очень много интересных выставок и приезжают, и открываются, и местные авторы, художники выставляются. Вот совсем недавно была такая выставка шоколада. Давайте посмотрим, вспомним, как все это было. Вернемся в студию. Руками не трогать, зубами не вгрызаться. Хотя раки, яичница и хлеб вполне съедобны, как, впрочем, и сумочка от Шанель, поедать экспозицию можно только глазами. Первый в мире перевозной музей шоколада крымского шоколатье Николая Попова разместился в музее Алабина. Тот редкий случай, когда рояль радует не слух, а вкус. Сладкие ноты белого с привкусом темного настоящего. Моцарта на нем, конечно, не сыграешь, но аромат музыкального инструмента пробуждает фантазию и творчество. Родившись в семье потомственных кулинаров, Николай с детства знал, что жизнь его будет связана с чем-то вкусным. Шоколад выбрал сам сначала как десерт, потом как материал для создания скульптур. Шоколад – его работа, хобби и счастье. Каждая вещь кропотлива и с душой сделана руками кондитера. Один из самых любопытных экспонатов выставки – 45-килограммовая двухметровая эйфелева башня. Маленький кусочек Франции на Самарской земле. Это очень сложная конструкция, которая сама себя держит, без подпорок и оснований. Каждый ярус можно прямо сейчас снять, и он не будет разборной. Для создания этой башни целый месяц потребовалось, чтобы создать форму. Сначала я ее сделал из шоколада, потом этот шоколад залил в силикон, и потом уже отливаю части. 512 деталей отливаются, которые склеиваются между собой. Больше двухсот экспонатов – маски, сумочки, картины, оружие. Оказывается, из шоколада можно сделать все, что угодно. Планов на следующей выставке у Николая предостаточно. Вдохновляется мастер плиточкой темного, можно с орехами. В подарок от Николя Самарский музей Алабина получил картину с изображением собственного здания. После завершения выставки автор разрешил подарок съесть. Дегустация состоится не раньше 13 августа, когда выставка отправится в другой город. Вот нашла такой интересный факт, что известный детский поэт Корнечуковский терпеть не мог Супермена. Считал, что этот персонаж олицетворяет культ грубой силы, пропагандирует жестокость. Ну, а вот сейчас, на самом деле, ученые доказали, что комиксы формируют у детей правильные понятия добра и зла, развивают способность к чтению и благотворно влияют на зрительную память. То есть, хоть и многие родители когда-то, как-то, быть может, считают, что комиксы, наверное, ну, отнимают у них, дают книгу в руки и вот, вот, читай. Вот. Нет, дорогие родители, вот такое исследование провели ученые и доказали, что все-таки благотворно влияют комиксы, по крайней мере, на зрительную память, на зрительную память, это 100%. Согласны? Прежде всего, надо сказать, что комиксы бывают разные, комиксы бывают ориентированные, ну, вы уже говорили, ориентированные на мальчиков, ориентированные на девочек. Точно так же комиксы бывают для разных возрастов, для разных, знаю, любителей разных форматов, там, как в электронном виде, кому-то в бумажном виде. И точно так же разные авторы рисуют свои произведения и вкладывают туда разную мысль. То есть, возможно, какие-то комиксы не очень хорошо сказываются на воспитании, какие-то комиксы, наоборот, у молодежи формируют правильное мировоззрение, правильные жизненные идеалы. И мы именно поэтому и назвали нашу выставку, комиксы, как «Девятое искусство». Потому что точно так же, как любой вид искусств, как книжки, есть плохие книжки, которые кому-то не стоит читать. Есть и фильмы плохие. И фильмы точно так же есть хорошие комиксы, есть плохие комиксы. Но прежде всего надо помнить, что комиксы – это вид искусства. И он находится в руках творца, который их творит. Да, во многом зависит от того, кто автор и что он хотел вложить. — Что ж, давайте задавать следующий вопрос нашим телезрителям. Если ответят верно на этот вопрос, то получат сертификат на 1000 рублей квест-игру на вашем празднике от квест-тайма. Вопрос звучит так. Какой из этих персонажей не принадлежит команде Люди Икс? Циклоп, Ангел, либо Флэш? 202.11.22. Так улыбаетесь, так ощущаю, что я легкие вопросы задаю. Слишком. Слишком. Ну, знаете ли, для людей, не посвященных комиксов, я думаю, где-то можно погадать. Хотя, на самом деле, даже я знаю. Люблю я. Если уж не могу сказать, похвастаться, что читаю комиксы, по крайней мере, фильмы, основанные на всем известном комиксах, люблю, смотрю, и мне кажутся очень интересными. Вот недавно, кстати, недавнешний фильм, который вот вышел, тоже мне понравился. Человек-муравей. Человек-муравей. Очень хороший фильм. Мне понравился, по крайней мере. Что ж, давайте еще одну интересную вам, один интересный вопрос. Факт вам расскажу, быть может, опять же, вы с ним знакомы, что музыканты группы KISS в свое время оплатили издание комикса о себе, и чтобы комикс лучше продавался, участники группы сдали кровь и смешали ее с типографской краской, которая шла на издание. Расчет оказался верным, действительно, это издание просто-напросто смели фанаты группы. Ну, и таким образом и комикс стали популярны, и группа стала популярна. Правда, нет? Читали где-то, видели, слышали такое? Ну, да, слышали, но группа KISS известна своими катажами. Хорошо. Евгения, к вам хочу обратиться, но я понимаю, что вы не только как организатор выступаете, но все равно так или иначе как-то оцениваете работу, смотрите. Вот у вас, именно как у зрителя, какое мнение, какие эмоции сложились после выставок, которые прошли уже? Вот вышли, интересно, неинтересно? На самом деле, каждый год все по-разному. Авторы заметны, как они растут, какие-то новые истории, потому что мне очень нравится, что люди сами берут, рисуют, придумывают истории, потому что, помимо того, чтобы быть художником, нужно быть еще и хорошим рассказчиком, чтобы вот эта история была понятна всем зрителям. Вот. После выставок большое желание прийти домой и посмотреть остальные выпуски, потому что там всего лишь несколько страниц. И демо-версия. Да. А хочется уже... Да, ознакомиться полностью с материалом, с историей, то есть очень интересно всегда, потому что я фотографирую, когда хожу домой, пересматриваю, какие... Что-то мне нравится именно история, где-то мне нравится очень рисунок, персонажи заинтересовали, то есть... Всегда есть с чем вернуться с выставки домой и подумать, потом вернуться на выставку и еще раз. Еще раз подумать. Да. Я думаю, сейчас время подумать будет у нашего телезрителя, потому что он будет отвечать на наш вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Ну, давайте гадать с вами, какой из этих персонажей не принадлежит команде людей X? Циклоп, Ангел, либо... Ну, я как-то это флэш. Флэш. А кому же принадлежит? Ну, всем известно, что супергерои как-то любят работать в команде. М? Наталья? Затрудняется ответить. Затрудняется ответить. Ну, ладно, хорошо, действительно. Скажите, ведущая какая-то злая. Вопрос был в этом. Ответила правильно, ответила правильно. Получайте, знаете, сертификат на 1000 рублей квест-игру на ваши праздники. Я вас поздравляю, ну и, конечно же, желаю вам хорошего всего. Отправитесь на выставку, получите какие-то яркие эмоции, познакомьтесь с талантливыми самарскими художниками. Ну, Дарья тут продолжает рисовать. Дарья, кстати, скажите, пожалуйста, сколько много времени уходит на создание того или иного комикса, той или иной истории? Конкретная история, она может создаваться на протяжении всего рисования комикса. Потому что история, это всегда эта идея, она всегда пластичная. И также вместе с комиксом растет и сам автор, и мировоззрение автора меняется. Например, идея, которая была раньше, она может казаться для автора уже либо слишком детской, либо слишком нелепой. Да. А вы свои комиксы перечитываете? Да. Как вам первые? Честно? Да. Ну, первые главы отличаются графикой, не рисовкой, а графикой именно. И сперва авторам, так как все авторы, они самокритичные, это правда, это всегда так, они смотрят на графику, что вот она такая детская, она такая неправильная, ой, уберите. На самом деле графика, она просто изменилась. И поэтому я смотрю на свои комиксы так, что какая у меня была другая графика, что она мне теперь непривычна, потому что я что-то рисую, я уже привыкаю к настоящему стилю. Он мне все равно как-то незаметно для себя, он меняется. Да, меняется всегда, постоянно. И первые главы, они отличаются не том, что, ну, бывает и мастерством рисования, анатомии и так далее, а бывает и просто стилем графики. Вот и все. И поэтому я смотрю, сначала, да, сначала было стыдно, а потом пришло осознание, что, а что, просто по-другому, да, рисовалось. Так-то, в принципе, все правильно. Что ж, замечательно, не будем вас отвлекать, продолжайте дальше. Давайте пока посмотрим сюжеты, а после, собственно говоря, посмотрим, что же получилось у нашей Дарьи, которая рисует нам, что я не вижу лично. Давайте смотрим сюжеты. Почти портретное сходство и художественная ценность. Кукольный образ императрицы Екатерины Второй, жемчужиной экспозиции. Создавать такие произведения прикладного искусства – работа ювелирная. Ордена на груди венциносной особы практически точно соответствуют тем, что изображены на портретах. На платье тончайшая вышивка из сотни мельчайших камней. У художницы Ольки Бакановой свои секреты, как простое превратить в эксклюзивное. Золото, из которого сшито платье, это крашеная ткань. Она на самом деле простая, какого-то бежевого цвета, мантия тоже очень сложного исполнения была. Берется бархат подходящего цвета, а только там аппликация гербов. Но мы старались имитировать вышивку. И возможно, что это даже удалось нам, потому что все считают, что это вышивка. Выставка кукол в особняке Клоута постоянно обновляется и пополняется новыми героями. В этом сезоне помимо Екатерины Второй почетные места заняли княгиня Ольга и Александр Невский. За год художница и двое ее помощников делают не более пяти кукол. Труд кропотливый и длительный. И с каждым годом мастерство становится все совершенней. Высочайшая эстетика. Под таким кредо делают выставки в Самарской детской картинной галерее. Удивляют даже иностранцев. В интермузее в Москве. В Москве мы показывали выставку для слепых. И тоже произвели очень хорошее впечатление. К нам подошли наши коллеги из музея Прада. И получилось так, что они настолько оценили нашу коллекцию для слепых, что поняли, что их коллекция уступает. Кроме эксклюзивных кукол в музее еще две новые экспозиции. Историческая Самара 19-го, начало 20-го веков в картинах Владимира Алексушина. И вечные ценности в рисунках детей. Знаете ли вы, что среди огромного количества комиксов про супергероя существует созданная Джима Валентина серия «Нормалмен». Главный герой, собственно говоря, не имеет никаких способностей. Завязка практически схожа с суперменом. Его в детстве отправляют на ракете на другую планету. И, собственно говоря, где все жители обладают какими-то способностями, а прибывший герой получает имя «Нормалмен». То есть нормальный человек, спокойный. Вот такие вот... И такая у него способность появляется. Дарья, ну что нам рисуете? Рассказывайте, давайте уже делитесь. Это, скажем так, персонаж другого моего проекта под названием «Элиса в стране грехов». Этот персонаж еще не появился, но в последнее время он меня очень сильно вдохновляет. И он мне, скажем, является толчком для многих подвигов. Для того же самого рисования. Например, я рисую «Элиса в стране грехов», чтобы он поскорее появился. Тоже самый толчок. А что это за персонаж? Скажем так, этот персонаж, он олицетворение человеческой надежды. Человеческой надежды? Да, но так как он появляется именно в тот момент, когда надежда у всего мира умерла, ну, грубо говоря, умерла, а вот одного человека осталось. И именно перед этим человеком он и появляется. И благодаря этому человеку этот персонаж существует. И вот после этого не говорите, что комиксы – это просто какие-то журналы с какими-то картинками и буквально несколько надписей. Вот такой вот глубокий смысл, глубокий потекст Дарья вкладывает, по крайней мере, в свои истории. Но я так понимаю, что и другие авторы тоже что-нибудь такое эдакое донесут. Так, давайте повторять. Не так много времени осталось до конца эфира. Где, когда, во сколько можно встретиться, познакомиться с комиксами, познать ее историю? Мы хотели бы пригласить всех в течение этой недели в галерее «Новое пространство» по адресу проспект Ленина, 14А. Выставка будет открыта с 10 утра до 8 вечера, правильно говорю? Все. Ну, самая основная программа заготовлена на выходные, поэтому приходите. Сегодня торжественное открытие в? В 6 часов. В 6 часов вечера. Что-нибудь планируется на открытии? Музыка? Я знаю то, что на прошлом. Ну, помимо традиционных официальных речей, у нас заготовлен необычный сюрприз от нашего оргкомитета. А также, даже для нас, интересный эксперимент на музыкальном поприще будет играть группа «Дети Мо». И у нас с ними получились очень интересные программы, которые лучше прослушать лично. И так же у нас будет викторина, на которой немного вопросы будут посложнее. Ну, мы своих телезрителей любим, поэтому радуем их легкими вопросами. Заинтриговали, интриганта, такие всех карт не открыли, но это и хорошо. Отправляйтесь, смотрите, познавайте такое искусство, как комиксы. Всего доброго. С вами была программа «Универсальный формат». Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»